Поэтому это жизнь. Четвертый микрофон. Радио Свобода, Алис Дашинский. Пытание такое, вот вы объявили год годом биражливости. Ну, может, чекается, что некий приклад покажет и сам керовник краины, что... Вы имеете ввиду часы? Не только. Я маю на увазе ваш автомобиль, шокованный Майбах, який вам подарил один россиянст на день рождения. Вы намекаете, Олеш, на то, что я вам должен его отдать? Не, машину я его продать. На то, что вам такие дорогие самолеты, який вы набыли у туркменского боку, пишут, что там золотые шторки у души. Потом у вас каля 10... Олеш, подожди. Подождите, я еще не закончу. У души шторок нема. Какие там золотые... Нет, шторок у души. Ну, значит, у Оголя дорогий самолет я маю на увазе, так? А что течется еще ваших резиденций каля 10... Подожди, дай я запишу часы. Это еще одна резиденция новая. Часы, самолет, самолет, автомобиль и резиденция. Это еще одна резиденция. Так. Вот я убежден. Вот я убежден в этом. Я живу в резиденции, которую построил когда-то Петр Миронович Машера. А резиденция далеко за городом, о которой шмат их, это дом, пристройку его только сделали. Одну пристройку, где жил военный, Леонид Семенович, Якубовский или кто там жил? Кто? Ну, округа я не знаю. Там территория, конечно, любо-дорого посмотреть. Но за это вы мне должны сказать спасибо, что я сберег территорию, не разрушил ничего. А живу я в старых резиденциях, о которых вы говорите, где жили наши бывшие руководители. И если бы я вам ее показал, а вы бы поехали к украинскому президенту или к российскому, вы бы сказали, Лукашенко, ты должен эту резиденцию снести и построить новую. Поэтому вы напрасно на публику пытаетесь сыграть. Упрыкнул меня в том, что у меня шиковые резиденции и самолеты с золотыми шторками. Я еще раз говорю, в самолете действительно есть туалет и душ, только там шторок нет. Поэтому не надо, если вы не знаете, на это намекать. Что касается самолетов, ну, дорогих, о которых говорят, самолеты дешево не каштуют. У президента, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. И его меняют. А у меня вот, Семашка, на нем иногда летает самолет, Ту-154, который уже не везде пускают. Он до сих пор летает. И я скоро буду 20 лет президентом. И то, что мы купили у туркменской стороны самолет, так вы, как человек, белорус. Ну, я, конечно, не ваш президент, я далек от того, что вы за меня голосовали, но, тем не менее, я же президент. Вы бы сказали, нет, ты не должен бэушный самолет покупать, это престиж страны. Ты должен новый купить самолет. А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет 2,5 раза дороже, чем тот, который нам продала туркменская сторона. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете, это правда. Что касается часов, о которых вы часто пишите, и я не зря об этом сказал, так вы не волнуйтесь, это часы, как автомобиль мне подарили на день рождения. А президент, есть некий стандарт и в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и часы. Это ваше лицо. Если я буду сидеть, я помню, как-то вы, Станислав Станиславовича Шушкевича, когда он встречал Клинтона в аэропорту, журналисты должны многие знать, Камня на камне не оставили, когда он пришел в каком-то помятом пальто, то ли после пьянки, то ли чего, и вы его долбали в хвост и угрыбу, не говоря уже о нас. Это был позор для страны. И все об этом писали, весь Запад, вся Америка. Я вот недавно прочитал какую-то американскую книжку, там тоже в переводе на русский язык, там тоже об этом рассказываю, впечатлениями делилась недавно жена какого-то нашего руководителя, что страшно и стыдно было. Вы хотите, чтобы я таким был? Я таким не буду. Я хоть деревенский хлопец, но я привык, чтобы у меня были брюки поглажены, костюм более-менее приличный. Кстати, костюм не импортный, так что не критикуйте. Научились уже наши шить и так далее. Я представляю страну. И поверьте, для меня самая лучшая одежда, это спортивная одежда. И часы я дома вообще не ношу. Я одеваю часы только на публичные мероприятия, я их вообще не люблю. Это не потому, что я такой расточительный человек. Дай Бог, чтобы у вас все еще были потом президенты такие расточительные, как Лукашенко. Потому что есть некий стандарт. Я сегодня представляю страну. А что касается этого Майбаха, о котором вы говорили, так я уже не выпускаю. Его сняли с производства. Мне подарили эту машину на день рождения, ее отдал государству. Мне надо было купить автомобиль, если бы не было этого Майбаха. И затратить деньги. Хочешь, не хочешь, бюджет бы тратил. Я ее отдал в гараж особого назначения, как он у нас там называется, в службе безопасности, для того, что президент перемещался. Завтра президента Лукашенко застрелят, повесят, снимут с работы, вы на нем будете ездить. Это президентский автомобиль, который государству достался бесплатно. Да, Олесь, вы правы. Можно его продать? Хорошо, вы завтра купите его? Нет. Нет? Ну так о чем вы говорите? Предлагайте конкретно, кто его купит. Он же недешево стоит. Бронированный автомобиль, и кому он нужен? Кроме руководителя государства, ну, может быть еще, я не знаю кому там. Руководитель государства украинского не купит, российского не купит. Вот и все, вот ваше рассуждение. Вроде бы звучит так, популистски. А вы меня упрекаете в том, что мне подарили, а я вам отдал. За что вы меня упрекаете? За то, что самолет, так и все равно надо было хорошо, чтобы купили его. Надо было новый покупать. Но это в два с половиной раза дороже. А кольки это каштавал? Меньше ста миллионов. Меньше ста? Да. Поэтому у вас неправильное сведение. А новый самолет 250-300 миллионов стоит такой. Под главу государства. Поэтому можете посчитать, выгодно это или нет. Если вы хотите сказать, что ваш президент должен ходить пешком или на велосипеде ездить, тоже нормально. Вы знаете, у меня не заржавеет. Я могу сесть на велосипед и поехать. Не вопрос. Ну, просто за вас стыдно будет и обидно. А можно еще задать один вопрос? Ну, конечно. Олесь, ну, пришел один раз в год, мы же никогда не побачимся. Это, конечно. Не, ну, это не означает, что мы тебя не запросим на пресс-конференцию. Спасибо. Продолжение следует...